Тут нащупывать-то нечего. Вот смотрите, вот мы шевелим, и вот тут вот прямо видно, как вода выступает. Вот всё. Вот она идёт. Сказать, что картина неприятная, значит не сказать ничего. Но семья Алёны и её соседи каждый день вынуждены ещё и чувствовать этот запах. Причём не только на крыльце, но и в самом доме. Ещё в мае жильцы обратились в управляющую компанию с просьбой вывести фекалии. Но всё без толку. Приехали они уже где-то в начале июня. Ну что, приехала машина-водитель, он начал выкачивать туалет, а там всё, он сказал, очень густо, что надо много воды. Воды лить, он сказал, что тоже это нужно машину. Ну что-то вот в этом роде. Я точно не разбираюсь, не понимаю, что там. И он уехал. А неприятного месива с тех пор стало ещё больше. Чтобы хоть как-то сдерживать зловонный поток, в Лакжане создали временную укладку. Но фекальные ручьи уже переливаются и через неё. А коммунальщики тем временем молчат, как партизаны, рассказывают женщины. О ситуации знаем, ответили в управляющей компании уже нашей съёмочной группе. Бригады выезжали на место не раз, но сама проблема значительно шире. В городе, по словам сотрудников организации, не осталось специалистов, готовых вычистить такой туалет. Никто не хочет работать и связываться вручную, вычистить туалет человеческое. Понимаете, не каждый человек на это способен. То есть раньше у нас специалисты были в спецавтохозяйстве, то есть чистили нужники эти, а сейчас нет. Но один человек на примете у коммунальщиков всё же есть. До конца июня он обещал приехать по адресу и оценить масштабы проблемы. Если откажется, будем искать ещё, подчеркнули в компании. На худой конец, по словам специалистов, можно прибегнуть к помощи экскаватора. Правда, при таком раскладе работы предстоит значительно больше. Да и где взять на это деньги? К тому же и без того аварийный дом вряд ли сможет пережить вмешательство тяжёлой техники. Подождать ещё немного, семьи на Панкратово готовы. В противном случае разгребать проблему с душком. Вологжанки намерены собственноручно. Будем дальше. Либо мы выкачаем вручную в канаву, просто вот вывали пускай, убирают сами как хотят. И будем жаловаться, ходить. Евгения Осколков, Игорь Трифонов, Новости Вологды.